Стоп-Пирамида – специальный проект фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия! Добро пожаловать на Стоп-Пирамиду – канал по отношению личной финансовой безопасности. Предобрежден? Поворожен? Поехали! Чтобы продать воздух, продавцы поэтично рассказывают прекрасные легенды. Сегодня в поэтичной манере жулика рассказ про криптопроект аренды жилья. Итак, ночь, улица, фонарь, аптека. Промозглая и ветреная ночь. Живи в Москве или в Питере, в Урюпинске. Все будет так, пока в отеле брони нет. В тысячи верст от дома, как пес бездомный воешь на луну. И как изгой по улицам блуждаешь. Но нет, есть спасительный Флэт-Сити. Перстами легкими коснешься телефона и, о чудо, круг ярких точек на карте засиял. Квартиры это, что ожидают нас. Они свободны, как хрусталь чисты. Еще при косновении к экрану, квартира перед вами в трансляции онлайн. Все хорошо, но за окном труба от ТЭЦ мелькнула. Нет, не для этого Флэт-Сити нам дарован, чтобы с градирней по соседству жить. Вторая хата рядом с нами. Свежа и хороша, в конце концов уютно. И за окном нет никаких теней. Покруг сады, озера, красота. Но почитаем отзывы и вновь разочарование. Дом новый, дятлов стая делают ремонт. Не жди спокойствия от этого жилья. Еще попытка и еще. О боже, как много неудач. И вот она. Она, та самая квартира. Платить чеканной монетой? Нет, токенами Флэт-Сити. Приятный бонус, скидка 20% от стоимости жилья. Ключи, скорее ключи и прыг в желанное гнездо. Но нет, не надо никаких ключей. Эпоха цифры на дворе. Квартиры, электронные замки. Они открыты через приложение. Аренда ваша. Жизнь прекрасна. Все это политическое великолепие про жилищное пиржинство поютками выезжоры из проекта Флэт-Сити. Правда, звонкая песня не для арендаторов или собственников, а для инвесторов. Сайт проекта, как полагается, обозначен по-современному, как бизнес-экосистема. Поминутный сервис аренды жилья. Правда, срок аренды минимальный 1 час. Как же заработать на чудо-проекте? Все очень просто. Надо сегодня купить токены Ф-Сити со скидкой и перепродать на ажиотаже в 10 раз дороже. Токены будут выведены на биржу и 10 иксов будут обеспечены. Признак первой пирамиды – невероятно высокая доходность, которая обещана инвесторам. Обещание сверхдоходности – второй признак пирамиды. Вопросы есть? Милости просим в офис Флэт-Сити в 5 минутах от Красной площади. Проект действительно представлялся интересным, поэтому мы посетили офис ООО Флэт-Сити. Напротив Пушкинского музея, по соседству с музеем Ильи Глазунова и рядом с музеем Шилова. «Я поведу тебя в музей». Парадные лестницы, лестничные пролеты богаты и даже роскошно стилизованы под старину. В офисе на стенах живопись 19 века. Картины разбавлены произведениями восточно-прикладного искусства. Посреди всего этого великолепия вам опять рассказывают о сервисе 23 века. Зазывалы рассказывают о проекте шедеврально, что, возможно, показывают. Хотя с этим дело обстоит хуже. Как вся эта красота должна выглядеть на экране компьютера или в мобильном приложении? На первой презентации посмотреть не удалось. Зазывалы Флэт-Сити очень скромно сказали нам. «Да мы круче всех, и через несколько месяцев у нас будет все готово для захвата рынка». Сейчас мы собираемся создавать команду, которая займется реализацией проекта, в том числе и техническими вопросами. Одновременно ищем людей, которые сделают приложение. Кстати, приложений должно быть как минимум три. Для арендаторов, владельцев недвижимости и, как ни странно, для тех, кто занимается клинингом. Удивительно, что за несколько месяцев до запуска проекта у компании не было людей, которые могли его реализовать. Ни технических специалистов, ни программистов, ни вообще никого, ни даже рекламщиков. Похоже, что все деньги идут только на привлечение инвестиций. Агрессивная реклама – третий пирамидальный признак. В общем, осталось сделать совсем чуть-чуть. Доделать приложения, а точнее сказать три приложения. Провести рекламную кампанию проекта среди арендодателей, среди потенциальных арендаторов и клинеров. Собрать биометрические данные, загрузить их в систему, обеспечить все сдаваемые объекты электронными замками, теми самыми, которые будут сами открываться по сигналу вашего смарт-мона. Между делом, провести тестирование и доработку всего этого великолепия, а потом разметать конкурентов в пух и прах. Конкуренты есть. Это честно признают менеджеры. Но у конкурентов проекты менее совершенные, даже допотопные. И точно пока ни у кого нет опции открытия электронных замков и поминутной тарификации. А у Флэт-Сити обе штуки есть. Победа за Флэт-Сити – это же очевидно. Очевидное, скорее всего, невероятно. А у Флэт-Сити армия арендодателей есть? К моменту запуска пилотной стадии проекта будут 100-200 объектов в Москве и Питере, прозвучало на первой встрече. Но уже через два месяца на следующей встрече заговорили о 10-20 квартирах и только в Москве. Как говорится, прогресс налицо. А где в Москве квартиры с электронными замками? Эта немецкая продвинутая технология существует в Европе и арабских странах. Но мы без труда закупим замки. Так на такую продукцию будут наложены санкции? Это же высокие технологии? Не беспокойтесь, мы все закупим в Китае, там можно приобрести абсолютно все без проблем. В общем, все проблемы, которые могут возникнуть перед новым и, несомненно, замечательным проектом, в кавычках, должны решиться очень просто, можно сказать, по щелчку пальцев. Инвестиции в Флэт-Сити привлекаются исключительно под рассказы о светлом будущем. В тумане неопределенности остается то, чем занимаются эти прекрасные люди сегодня. Непрозрачная инвестиционная деятельность. Четвертый признак. Пирамиды. Приложение не готово, но очень-очень скоро будет совсем готово. Вы можете посмотреть демонстрационную версию. Демонстрационная версия. Сказочно красиво. Что же это такое, Флэт-Сити? Заниматься деятельностью на финансовом рынке лицензии ЦБ у Флэт-Сити нет. Это пятый признак пирамиды. Тут организаторы, конечно, подготовились. Это не просто проект. Это криптопроект. Информация о планах первичного размещения токенов выложена на несколько популярных баз ICO. На одной из них, Фаундика, Флэт-Сити получил очень высокий рейтинговый балл. 8,8. Ого! От чего зависит столь высокий балл? В первую очередь от объема представляемой Фаундика информации. Тут организаторы потрудились. Большая ясная уайтбук с таблицами, с прекрасными прогнозами. В буклете про технические особенности проекта только одна фраза. Токен F-Сити работает на блокчейн Tron. Максимальную оценку 10 баллов Флэт-Сити получил по параметру команда. Ну, о команде мы уже говорили. Наверное, в команде тьма известных предпринимателей и криптодеятелей. Нет, Фаундика получила информацию только о шести менеджерах проекта. Но мы не смогли найти в интернете никакой информации об их роли в других криптопроектах. А может быть они гуру в иных отраслях? Интернет об этом хранит молчание. Флэт-Сити публикует ссылки на персональной странице своих менеджеров в LinkedIn. Однако восторга нет. Первый менеджер когда-то работал в дочернем предприятии Газпрома в Хабаровске, ныне ликвидированном. Правда, не ясно кем и когда, но сейчас на одном из ресурсов нынешний менеджер Флэт-Сити предлагает свои услуги в качестве клинера. Высокие оценки Флэт-Сити в Фаундика, вероятно, определяются информационной открытостью по сравнению с другими проектами ICO. Кстати, сам продукт Флэт-Сити у Фандика получил самую низкую оценку. Вероятно, организаторы Флэт-Сити хорошо знакомы с ресурсами, которые специализируются на ICO и знают, как подать проект с лучшей стороны. Это подтвердил один из Зазывал. Он хвалился, что ICO у него не первое. Но самое интересное, я участвовал в нескольких успешных ICO. Молодой человек, а в каких успешных ICO вы участвовали? Тут молодой человек вдруг заскромничал и заявил, что практически все ICO удачные. Потом он назвал пятерку известных ему самых успешных ICO, в двух из которых он лично принимал участие. По данным CoinMarketCap, в двух случаях размещавшиеся криптоактивы уже не торгуются на открытых площадках. А в трех других случаях биржи зафиксировали за короткое время падение котировок криптомонет и токенов примерно в 25 раз. Тут молодой человек смутился. Моя задача заканчивалась на этапе проведения ICO. Что было дальше с проектом, мне интересовался. По нашему мнению, далее в офисе FlatCity нам подтвердили искусственность блокченизации процесса аренды квартир. Зачем оплачивать аренду квартиры токенами, если это легко делается обычными деньгами? Он получит скидку в 20-30%. Но цена на криптоактив может упасть в разы. Такой риск есть, но его можно избежать, если приобретать токен непосредственно перед оплатой аренды и ровно в том количестве, которое необходимо для аренды. Все можно будет сделать в считанные минуты через приложение. Без риска. Риска практически нет. Это неправда. Это шестой признак пирамиды. Какой смысл сочинять всю эту историю с криптовалютой, если сами инициаторы стимулируют клиентов не вкладываться в цифровой актив? В концепции FlatCity прописано, токен будет выведен на одну из крупнейших бирж. Все комиссионные доходы от сделок, покупки, продажи, F-City достанутся бирже. Почему инвесторы, купившие токен, обязательно выиграют? У нас замечательный проект, мы его будем рекламировать. Поэтому, когда мы выведем токен на биржу, то криптоинвесторы начнут его скупать и котировки вырастут. А не может получиться обратная ситуация, что как только появится возможность продать токен, его владельцы, среди которых 99% инвесторы, тут же захотят зафиксировать прибыль и котировки обвалятся в ноль. Падение возможно, но не сразу. Поэтому задача инвестора – успеть сбросить криптоактив в первый момент после выхода его на биржу. Это главное умение криптоинвестора – вовремя избавиться от актива. Обезоруживающая откровенность – сильный аргумент для критически мышцельщего криптоинвестора. 99% криптопроектов – это продажа криптопустышек за реальные деньги. Причем, в отличие от обычных финансовых пирамид, где резкое снижение покупки и рост продаж актива автоматически приводит к концу пирамиды, в криптопирамиде ситуация несколько иная. Продавец крипты ничего вам возвращать не должен и не будет. Это рынок, с умным видом говорит криптоаферист. Даже падение курса криптоевангелисты давно научились оборачивать свою пользу. Месяц назад за эту монету нужно было платить в 5 раз больше. У вас уникальная возможность закупиться дешевыми токенами. Про обвалы и прекращение торгов чудо-криптой на бирже мы уже рассказывали в криптопроекте от эстрадных криптоартистов и стриптизеров CrowdWiz. Насколько легален проект? Существует ООО FlatCity, зарегистрированное в Москве. Именно эта компания по заявлению организаторов должна реализовать основную часть проекта. Для трусов, тех кто боится инвестировать в криптоактивы, есть надежный вариантик. Вы можете приобрести часть уставного капитала в ООО FlatCity. Сделка оформляется официально, стать совладельцем сверхсовременного бизнеса реально. Уставный капитал ООО 100 000 рублей. Вам предлагается приобрести 1% компании за 2 с небольшим миллиона рублей. То есть стоимость общества оценивается на сегодняшний день в 200 миллионов рублей. Похоже, осенью, по всей видимости, 3 инвестора уже приобрели доли. Один чек, 2%, двое других по одному. Выгодно это вложение или нет? Судя по Whitebook, только один стабилизационный фонд проекта составит 11 миллионов долларов США. Что по сегодняшнему курсу эквивалентно 700 миллионам рублей. А к 2027 году этот же фонд должен превысить 7,5 миллиардов рублей. На медитированные прибыли впечатляют. 3 инвестора-смельчака, которые вложились в проект этой осенью, должны обязательно и крупно выиграть. Об этом полностью уверены организаторы. Но это не точно. Что же из себя представляет ООО Flat City? По официальным данным, это организация с основным видом деятельности. Разработка компьютерного программного обеспечения создана в 2014 году. Внимание! Возглавляет ООО Flat City Морозов Александр Геннадьевич, генеральный директор. В СОО на популярном сайте Crypto.ru говорится, что по данным Банка России, ранее он занимал должность директора департамента прогнозирования в Банке России. Это очень серьезный аргумент реальности и надежности проекта. На сайте Flat City такой информации нет. Вряд ли Crypto.ru по своей инициативе выискал информацию о биографии Александра Морозова. С таким фью человека можно найти в любой крупной организации. Вероятно, сайту Crypto.ru господина Морозова подсказали. Подсказали про работу его в Центробанке. Скорее всего, инициаторы проекта, кстати, Морозов работает в Центробанке и сейчас. Полагаем, что эти Морозовы разные люди, хотя и однофамильцы. Во-первых, трудно представить, чтобы руководитель департамента Банка России рискнул участвовать в странном и в общем-то мелком бизнесе. Во-вторых, судя по официальной информации Банка России, руководитель департамента ЦБ родился в Подмосковье и все последующие годы учился и работал в Москве. А Морозов из Flat City получал и ННН в Тамбове, там же получал и паспорт. Печаль из многолетней истории Flat City. ОГРН зарегистрирован в 2014 году, однако до 2022 года данная ООН называлась Нолус. С основным видом деятельности общества была торговля оптовой фармацевтической продукции. В 2016 году у Нолус были исполнительные производства. Закончились они на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. История повторилась. В 2017 и в 2019 году компания ведет какую-то деятельность, но по долгам не расплачивалась. А король-то голый. Выручка с 2017 года по 2021 снизилась с 869 тысяч рублей до 74. В 2022 году стопроцентным учредителем и новым руководителем стал ранее упомянутый господин Морозов. А еще новое название и новые виды деятельности. Вероятно, Flat City не рассматривает свою официальную оболочку в качестве важного и надежного звена для реализации проекта. Отсутствие прозрачности Flat City – седьмой признак недобросовестности. Также у Flat City включен Warrant List Банка России по признакам финансовой пирамиды. Заблокировано несколько ресурсов организации, что не помешало организаторам создать сайт по новому адресу. Блокировки ресурсов компании – восьмой признак недобросовестности. Включение в черный список СБ – явный финальный сигнал о недобросовестности проекта. По словам организаторов, Центробанк включает все организации, которые привлекают деньги граждан и не получают лицензию. При этом движение привлекаемых денежных средств проконтролировать невозможно. И тут мы полностью согласны с криптовым тюристами. Чтобы предостеречь граждан от участия в подобных проектах и создан публичный черный список Банка России. Хотелось бы верить, что красивые идеи про создание удобной бесконтактной системы бронирования жилья будут реализованы. Но для этого необходимы серьезные инвестиции, нужны люди, специалисты. А с кадрами у Флэтсити – большой дефицит. Рекомендуем не клевать на поэтичную криптооферу. С Флэтсити финансово не дружить. Предобрежден, вооружен. Пока. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Специальный проект «Стоп-Пирамида». Ссылки в описании под видео. «Стоп-Пирамида» – специальный проект фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала «Финверсия ТВ». Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.